о год он так мои либо кино сегодня у нас на обзоре потому что да это тоже ресторанная тема тема бара у нас сегодня на обзоре вот такая замечательная бутылочка водка водка ярославская что надо сказать по этой теме изначально очищена серебром этикетка простенько ну со вкусом карьеретка как всегда нечитабельно вот но сзади этикетки нарисован когда зовут был 1901 год и медведь секиры ну что рассказать по поводу герба ярославль медведь секиры когда был такой князь ярославль вот он оставал этот город его звали ярослав он оставал этот город а там жила племя медведей то есть она языческое племя и вот он как дань уважения значит этот именно медведя с секирой парни поместил на герба ярославль это можно наблюдать вот с этой стороны через вот видите мишка ну вот это конечно классно потому что как обычно когда есть какое-то индейское племя и люди строят свой новый город новую цивилизацию они всегда как говорят подходят к здесь все говорят будешь иваном как я не хочу быть иваном это не наше имя не хочешь быть его на буш александр пожалуйста вот но тут вот герк ярославля хранится вот и сейчас за нас нашел именно вот племя медведей которая я не буду сейчас говорите никакие религиозные темы что хочется сказать по поводу пробочка пробочка обычная затычка наливайте нету никакой как я уже всегда говорю наливайка понимаете она вот наливайка разная понимаешь бутылки но это все отражается на цене бывает без наливайки это будет дешевле по себестоимости но водка будет не хуже вот так про калеретку не сказал калеретка тоже здесь я ярославль уже медведь тоже все простенько со вкусом вот когда я открыл что рассказать водка на спирте люкс ну что ж надо сейчас на них и о да это спирт люкс у нас есть три классических спирта это люкс экстра и высшая очистка высшая очистка кто помнит она совсем вонючая экстра был замечательный спирт он мягкий вообще люкс жесткий для города пусть и сейчас кроме люкса ничего нет еще этот новый альфа чем вот это альфа лучше экстра я не знаю экстра нету вот видимо это связано мы не будем а грузом и не будем никаких рассказывать никакие провокационные материалы вот что сказать про прозрачность вот ножки есть что и не в коньяке подчеркивает ее экстрактивность аромат и вода рисковат рисковать чувствуется что люкс вообще на нашей водки мы используем чистую воду это кто фильм такой особенно санциальные национальные рыбалки сам вот этот фильм немножко культуре немножко культуре сам этот фильм он подчеркивает ну то есть мужики выезжали там особенно санциальные охоты особенно санциальные рыбалки мужики выезжали отдыхать и заметьте ни одна рыба ни один зверь не пострадали но мужики отдыхали хорошо вот рогожкин он как раз вот как раз вот такую идею подчеркнул подчеркнул то есть то есть мужики отдыхали водка объединяет все и ни одного зверя ни одну рыбу не покалечили конечно такие фильмы они классные но одно дело если ты готовишь да вот тебе надо приготовить чего-то да ты используешь мясо или рыбу но если мы говорим о вульгарном уничтожении дикой дикой природы это тоже не есть хорошо все же человек должен есть мясо должен есть рыбу но не должно быть вульгарности в этом плане и так просто когда нету мяса совсем это тоже плохо а когда звери истребляются полками это и так плохо и так и золотая середина во всем у нас кулинарный канал подписывайтесь ставьте лайки тоже золотая середина у нас не обжираловка ничего красота и культура питания но у нас сейчас вот такая тема поэтому прошу меня простите так пробуем действительно мягкая никаких нехороших ощущений не ощущаю и что же во всем главное аромат еще пустого бокала все не ничего такого ничего отталкивающего вот все у меня все я конечно планировал давать коктейли но у меня есть канал на дзене я сейчас отхожу от алко обзоров на дзене вот я решил перенести сюда а на дзене я возвращаюсь к теме богословия бесед и ну с чего начинал потому что сами понимаете одно дело культурная дегустация с другой стороны тебе навязывают пропаганду хотя вот тоже эти люди и вот люди не понимают что такое золотая середина и что такое культура питья всем спасибо подписывайтесь ставьте лайки еще раз пока